В стройотрядах был, очень много времени проводил. Помню, когда мы на Саяно-Шушинскую ГОЭС поехали, это же, ну, это же, черт, это Попа Мира, это Саяно. Это летишь самолетом, а потом еще в Акана. Потом до Саяно, до Саяно, город Ценненбургск. Да еще ехать, я не помню, часов шесть, наверное. Очень далеко. Приехали уставшие, ну, первый день, там, пока там жили мы в бараках. В бараке жили 40 человек, там, из щелей, короче говоря, там летели комары, там, всякие-всякие живности, там, по мышь прорезала. Их очень было холодно ночью, но это потом. Поехали рано утром, и первый день мы там устраивались что-то там. На следующий день уже надо идти на работу. Учитывая там разница во времени между Питерами и Красноярском, там, шесть часов, по-моему, было. Или пять часов, много, короче. А мы работали по сменам. Ну, как-то мне как бы везло, что я попал во вторую смену. А кто попал на первую смену, конечно, они там прилетели, и все могут вставать. Соответственно, никто ночью не спал, там все разговоры, переговоры, там, лето поля, а в 7 утра надо идти. И люди, по-моему, очень сильно опаздывали. Бетон приходит, все, график, а народу нет. И там бригадир один, который пришел, бригады нет. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...